Поверить, что в детстве этот красавец-атлет был абсолютно неспортивным, щупленьким и слабеньким мальчиком. В школе учился плохо и жил в мире своих фантазий. Но иногда он блистал, читая стихи на школьных вечерах, и все учителя, чуть ли не рыдая, говорили, как в этом маленьком негодее живет такая творческая душа. Однажды он понял, что многие вещи достигаются только ежедневным кропотливым трудом, и из гадкого утенка превратился в гордого лебедя. Он занимался оперным вокалом и имел хорошие перспективы, но мечтал исполнять и популярную музыку тоже. Что сейчас, кстати, делает с большим успехом тоже. Певец, поэт, бывший участник группы «Чаев вдвоем», ныне абсолютно самостоятельный артист Стас Костюшкин. Сегодня... Ну что, ставите нам стульчики, да, вот сюда. И второй стульчик тоже нужно поставить сюда, подвинуть. Ребят, крайний ставь стульчик. Крайний ставь. Вот туда на крестик поставь. Вот видите, крест? Вот-вот-вот сюда. Просто присаживайся, Стас. Отдышись немножко. Надо отдышаться или нет? Да нет, нормально еще. Вот вас позволяет. Позволяет пока двигаться и петь. Ну что, живой звук, друзья мои, несмотря на живые танцы, все равно присутствует и живой звук. Давайте, чтобы мы все-таки немножко дух перевели, визитную карточку. Сейчас поподробнее вам остаюсь, расскажу, потом вернемся. Станислав Костюшкин родился 20 августа 1971 года в Одессе в творческой семье. Учился в музыкальной школе, был солистом школьного хора. В 14 лет начал заниматься дзюдо. Окончил Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова по классу фортепиано. Учился в Амстердамской консерватории. После учебы в Голландии работал в детском театре «Зазеркалье». С 1994 по 2012 год был солистом группы «Чай вдвоем» вместе с Денисом Клявером. Окончил также Петербургскую консерваторию отделения вокала. Организовал группу «Стэнли Шуман Бэнд». В 2012 году создал новый проект «Одесса». С 2016 года ведет программу «Очень караочен» на Муз-ТВ. Станислав Костюшкин в прямом эфире, в прямом вашем распоряжении, друзья мои. Любые вопросы можно адресовать. Чуть-чуть нагибаетесь, там у нас живой эфир, ничего страшного. Можно между камерами ходить где угодно. Все что угодно можно делать, Стас, сегодня. Можно танцевать, можно петь, можно не танцевать даже. И можно не петь, можно просто разговаривать. Александр из Кирова-Чапецка дозвонился первым. Александр, добрый вечер. Добрый вечер, Владимир. Спасибо вам за такого шикарного олдскульного гостя, на письме которого я тоже помню свой 97-й год. Так. У меня будет такой вопрос. Как Стас уработалось в шоу «Три аккорда» и не планировал ли он исполнить что-нибудь дуэтом с Александром Васильевичем Новиковым? Потому что Новиков, как известно, не очень любит по всу. А хотелось, чтобы Стас порадовал любителей рока своим вечеринным голосом. Так рока или все-таки шансона, если вы про «Три аккорда» спрашиваете? Ну, просто мне понравилось, как Стас исполнил песню «Летний дождь» только хотелось бы, чтобы он такое будет серьезное исполнение. Спасибо огромное, очень приятно. Вообще меня разнесли за эту песню, знал я, что такое будет. А, да, разнесли даже? Ну, вообще вся передача строится на том, чтобы тебя должны заметить. А чтобы заметили, ты должен сделать что-то такое, на что, в общем-то, не все бы согласились. То есть, как кто-то сказал бы, да, это хорошо. Короче, я не стал петь куплеты. Я куплеты практически прочитал. Я проговорил их, и припев я пропел. И это прямо взбесило жюри. В основном очень сильно взбесило Розенбаума Александра Яковлевича. Ну, прямо вот плохо, что я так сделал, не знаю почему. Но на самом деле прямо публика разделилась. Кому-то понравилось, кому-то крайне не понравилось. Но это, в общем-то, и должно было быть. Я был к этому готов. Мне очень приятно, что позвонили, похвалили именно... Потому что я думаю, что будет извозчик. Извозчик как-то он прямо зашел сразу же. А эта песня, она очень спорная. Чему я лично очень рад. Но вообще шансон, мне кажется, тебе близок отчасти, да? Потому что твой проект «Одесса», он недалеко от этого. Он очень недалеко. Как мне кажется, да? Да. Знаешь почему? Потому что когда мы провожали дядю Саню в Америку в 1900... Сейчас вспомню, не солгать бы. В 76-м году, в 77-м. Ну, короче, мне было 6 лет. Так. Ну, и батя со мной выучил песню. Я не понимал, что происходит. Он говорит, вот давай, садись, я буду играть. Ты вот стой у рояля, у фортепьяна. Ну, вот и пой. Значит, слова, текст для меня был крайне непонятен. Но я пел. А когда я пел всем тем гостям, которые были у дяди Сани дома, они просто легли. Вот просто плакали. Потому что стоял маленький мальчик. Я стоял и говорил, есть на нашей улице больница, все ее еврейское зовут. Я желаю вам, друзья, не попасться никогда. Пусть ваши враги туда идут. Да, да, да. Улица, улица, улица родная. Все плакали просто. Я представляю. И мне это безумно понравилось. И в доме у нас была запрещена попса. Это негласно было, но в принципе попсовой музыки не должно... А что звучало тогда? Джаз. Джаз. Джаз, безусловно, да. Соня Роллинс, Калтрейн, там, не знаю, там, ну, куча еще там, кто угодно. Но только, но только... У мамы, значит, была пластинка. Валерия Леонтьева. Мой дельтаплан. Батя выкидывал... Мама ее втихаря. Когда никто, когда папы дома нет. Слушай, как? Понимаешь, батя все равно вошел. И она на эту пластинку наклеила наклейку Дин Мартин. Вот так вот Леонтьев прожил у нас очень долго. И еще потом Пугачева была. А вот две пластинки, которые как-то там, ну, можно было. И можно было очень много вот шансона тогда вот этого, прямо сколько хочешь. Тогда, правда, это назывался блатняк, такого не было. Ну, потом появился шансон. Да, да, да. Потом так-то вот все это. Одесская музыка так прямо была всегда разрешена. А законодателем мод в музыке был папа, разумеется, да, дома? Да. Ну, безусловно, каждую субботу, да, приходили музыканты, приходил там устраивать джемсейшн. Я где-то в три часа ночи уже поднимался, значит, в ночнушке выходил такой сонный. Меня ставили на рояле, дальше уже вокруг меня пьяные музыканты играли, пели. Это было очень круто. Слушай, если ты весь вечер сегодня будешь показывать себя молодого в ночнушке и без, это будет круто. Это будет очень ностальгический, Стас. Ну, у меня есть что вспомнить. Это да. Тем более я заговорил про папу не случайно, поскольку папа музыкант. Папа сам джазовый музыкант, поэтому внедрял в семью тоже такую музыку. Саксофонист блистательный, да? Да. Ну, один из, на мой взгляд, один из крутейших саксофонистов. И мне безумно приятно, когда ко мне подходят люди, Игорь Бутман тоже сам, ну, как папа, папе привет. И все передают, и его очень любят. Вот он из тех людей, знаете, есть такие герои настоящие, не то что я, я-то продажный, а вот настоящие такие, знаете, вот музыканты, которым вот они ничего не делают на, простите меня, пожалуйста, все зрители сейчас, я вам, вот, но я-то для вас. А вот эти герои, они, знаете, они вот, они вот не то что, они вот, они как бы за музыку, они вот за творчество, они за саунд, за звук, за джаз. Вот мой батя вот такой, вот он вот за это. И ему, как бы, я сажу, я себе говорю, послушай, а, ну, как-то давай сделаем, чтобы всем это было. Да, ну, понимаешь, это все-таки должно как-то, это же фьюжн, это такой стиль, он должен быть вот так вот, по каким-то канонам. И от канонов далеко не, я бы давным-давно уже отошел от канонов, если понимал, что эти каноны, как бы, мне не приносят хорошего дохода. А папе главное все-таки творчество, да, было? Вот на потребу публики никогда ничего, да? Ну, нет. Либо той публики, которая понимает вкус настоящего. Было, было пару раз, был Батькин день рождения, когда, значит, я пришел, и очень круто, прям, кстати, кстати, было, вообще, Давид Семенович Голощокин, тоже известнейший, это музыкант джазовый, у него свой джаз-филармоник холл, как бы его именем, я думаю, в Питере, и вот вообще не позволялось никому никогда по псер, тем более, заходить на вот эту, на сцену джазовую. На алтарь святой музыки. Да, да, на алтарь. Ну, так уж, Бати 70, поэтому он позволил мне выйти, и я вышел, я спел, я спел, значит, я спел так, чтобы было, ну, всем приятно. Один джазовый стандарт, вот, You're Everything, вот, и, а можно теперь я, ну, так как я все-таки, можно, я спою вторую песню, и я спел Fine It Wi-Fi с музыкантами. Слушайте, их было просто не угомонить, мы играли минут, наверное, 30, все кайфанули, это было реально круто, и Владимир Февертак как раз хорошо отметил, что было круто, и не только You're My Everything, но и Fine It Wi-Fi. Вот видишь, иногда скучают все-таки они по другой музыке по какой-то, да? Иногда нужна отдушина какая-то. Да, конечно, конечно. Нет, ну, это же вот, это мы такие, нам же все равно, нам, мы что хотите, хотите шансон, на шансон, хотите оперу, на оперу, хотите. Ну, ты себя разнес в самом начале как-то, во-первых, я продажный, нам все равно, хотите, что хотите, то что пришу и станцую. Ну, я такой, да, я, знаете, я этот, я как его, такая, как есть, приставка, знаете, вот эти, вы от меня многого не думаете, я приставка такая, вот включил, весело, круто, она мигает, такие огоньки по ней бегают, и музыка звучит, и всем весело. Вот я говорю, так, а есть, есть вот аппаратура такой типа моего бати, это high-end, это совсем, это надо собраться, прийти и внимательно слушать. Вот, ну, у меня немножко другая, другая музыка и, скажем так, наверное, другая публика. Ну, давайте увидим то, что приставка, ну, я, по крайней мере, не посмею назвать, с языка у меня просто это не сравится. Настоящую музыку, непродажную музыку. И, наконец, увидите лично Михаила Костюшкина, потом вернемся. КОНЕЦ КОНЕЦ Рожденный в СССР Рожденный в СССР, несмотря на всю молодость и красоту этого парня, он все равно рожденный в СССР. Станислав Костюшкин у меня в гостях сегодня в прямом эфире. А уж папа точно продукт советского времени, несмотря на то, что джаз тогда играть не очень позволялось на некоторых этапах. Послевоенного времени. Послевоенного, тем более, времени. 46-й год, да. Вы все помните вот эту вот уже хрестоматийную фразу, сегодня ты играешь в джаз, завтра родину продашь и так далее. А вот это как раз был момент 70-летия отца, да? Я думаю, да. По-моему, это что-то недавнее. Я же, знаете, как батю по кепкам определяю. Он так вообще последние лет 20 не меняется. А по кепкам, ой, эту кепку я ему недавно подарил. Ну, кстати, за этой кепкой мы не увидели сходство, потому что, знаешь, всем хотят посмотреть, насколько ты на отца похож. Я очень похож на отца. Причем не только я, и дети мои тоже безумно на него похожи. Мы, наверное, по характеру чуть другие. Я другой точно по характеру. Вот. А детишки, они прямо... И еще есть такая вещь, как родинка на щеке у моих детей. То есть это совпадает тоже, да? Если это был индийский фильм, мы друг друга узнали. Следующий звонок из Москвы. Игорь, добрый вечер. Да, добрый вечер. Я вас поздравляю с начала нового эфира. Спасибо. И, как говорится, гость в тему. Ну, вот, какая тема, Стас? Я ваш полный ровесник. И вот там перечисляли некоторые песни из трех аккордов. Это как и все мимо. Но вот была одна песня, которая меня зацепила не по детски. Она называлась «Допрос». То есть, грубо говоря, я свой допрос первый вспомнил. И вспомнил в то время, когда любой спортивный человек представлял для милитии, грубо говоря, какой-то криминальный элемент. А любой культурист казался всем рэкетиром. Вот. И в связи с этим я к вам какой вопросик? Вот даже не вопросик, я хочу просто повторить фразу Александра Новикова. Зачем вам был нужен этот чай вдвоем? Потому что настолько вы прям влились в этот образ, в этой песне «Допрос», что шли бы вы шансонной дорогой, и у вас бы все получилось по полной программе. И самые вот для меня непонятные вопросы. Вот вы вроде как работали с Казахаром Чуфутинским. Но у вас репертуар был свой, или вы шансон там пели? И еще вопрос по три аккорда. Когда песни выбираете, вы сами выбираете, или какие-то вам, какие вам дают, такие вы и поете. Все, спасибо. Ты видишь, никогда не думал, что тебя будут критиковать за чай вдвоем. Офигенский зритель у вас. Просто, ребята, вот я аплодирую. Подготовленный к встрече. А? Подготовленный к встрече с тобой. Просто круто. Это так, обычно так, ну я что-то, что-то где-то. Блин, вот это, правда, это очень приятно. Потому что действительно и вспомнили Михаила Захаровича Шифутинского, и три аккорда вспомнили. Значит, я так начну, наверное, с конца. Песни мы выбирали сами, что было круто, потому что ты как бы... То есть не под Захарыча пели. Был свой репертуар. Да, да. Мы, репертуар был свой. Могли выбрать все, что хотели. Это раз. Второе, что касается наших, значит, когда мы работали с Михаилом Захаровичем Шифутинским, во-первых, нам же было сколько, поймите. Мне там было там Дениски 19, мне там там 22. Мы очень были, да, очень молодые. И как-то шансон... Мы воспитывались на другой музыке немножко. Вообще хотели, честно говоря, вообще другое. Хотели такое... Boyz II Man у нас был прямо в фаворитах. Мы хотели многоголосие, мы хотели крутую музыку, сол. Но так как время и, опять-таки, конъюнктура, а мы конъюнктурные исполнители, да, она все равно все время нас причесывает так, как вот, ребятки, почему, почему так много голосов в песне? Я говорю, ну, это красиво, не надо много голосов, голос должен быть один. Максимум, вот вас двое. Ты допел, ты начал, ты допел, ты начал. Все, а двухголосие? Не надо двухголосие. Я говорю, ну, как же так? Это же вообще, вообще на Руси всегда многоголосие, мы же любим. Я вам говорю, не надо, значит, не надо. Ну, все хорошо. И так потихоньку, не надо здесь, не надо там. Вот пойти вот это вот. И в конце концов мы, конечно, нас как причесали под то, что вот... Под форматники, да? Под формат. Когда мы спели песню «Ласковая моя нежная», первая песня, которая, ну, мы все просто, кроме деньги, просто оплевались, потому что, ну, просто какой-то, ну, все, ну, ниже некуда. Вот уже все. Но именно эта песня выстрелила и позволила как-то что-то заработать. Давай послушаем, какая песня выстрелила тогда, потом вернемся. Рожденный в СССР, Стас Костюшкин в гостях у меня сегодня. Нельзя было не вспомнить эту песню, поскольку, ну, каким-то определяющим моментом она стала в дальнейшем творчестве, да? Да, да, конечно. Здесь уже и многоколосие звучит, то самое, про которое ты говоришь, дуэтное, по крайней мере, да? Да, что-то позволили там, хотя вот это, когда мы танцевали, сказали, что ту матч танцев, танцы уберите, это тоже лучше стойте вот так, как бы, и вот просто пойте. Ну, потихонечку, а знаете, от того, когда потихонечку что-то убирают, уберите то, уберите эту, оно как бы и теряется. И вроде бы как вот твое «Я», которое там должно было выстрелить, оно где-то что-то, уже получается, что не совсем бы это и ты. Чем мне нравится проект, которым мы сегодня занимаемся вообще? Потому что ему на все наплевать, вот этому проекту. Он изначально был сделан так, он такой был интернет-проектом, и мы никогда никого там особенно не равнялись, потому что, я говорю, это вот песня для души, я хочу, чтобы это было вот так, вот так вот, разухабисто, весело. Именно поэтому мы приезжаем сегодня на любой день города, и города поют эти все песни, потому что здесь нету кем-то сказанных, каких-то причесанных вещей, чтобы ты тут не ори, танцоры должны быть сзади, а танцоры, все должно быть вот так. Здесь этого нет. Сейчас ты самодостаточный артист, уже мало кто может перстом сверху указать и сказать, не танцуйте, пожалуйста. Слава богу, да, слава богу, что ты, ну, сейчас, сейчас нет. Хотя, когда начинали, пытались, пытались что-то такое, но у меня офигенская жена, поэтому там разговор короткий. Слышано, да. Свободен, продолжай дальше, делай их надо. 617-5197, это для тех, кто отошел от экрана после резкого слова «свободен», я просто напоминаю, что мы еще пока в прямом эфире и будем находиться еще минут 37 в прямом эфире. Слушай, время уже 20 минут прошло, мы вопрос не задали. А традиция в начале программы задавать зрителям какой-нибудь вопрос. Желательно на тему прошлой жизни, ностальгическую тему. О чем спросим, Стас? Я бы хотел спросить наших телезрителей, какие, нет, какой самый популярный сатирический дуэт вы знаете, вам известен? Скажу, почему, потом я задал вопрос. Так, самый популярный в СССР все-таки, да? В СССР, да. Сатирический дуэт, юмористический, сатирический. Кто был, на ваш взгляд, самым популярным тогда? 617-5197. Пока разговаривали, пока звонок Игоря из Москвы слушали, я вспомнил, что сам Денис мне недавно тоже отвечал на вопрос относительно того, зачем вам этот чай вдвоем нужен? И как вы вообще нашли друг друга? Фрагмент из этого интервью прямо сейчас, потом вернемся. Мы с Стасом познакомились, мы подружились, у нас вот так вот прям дружба на одной волне, вот, и пришли домой, спели, разложили на два голоса какую-то песенку, я написал, показали отцу, и он мне говорит, слушай, ну он же, он же как бы профессиональный человек, он уж по дуэтам-то однозначно. Он говорит, ты знаешь, у вас хорошо получается, работайте вместе. Он же и снимал ваше первое выступление на видео, я сколько я знаю, на юбилей одной известной радиостанции. Да, но он не снимал, а снимала моя мама, а потом он снимался в этот момент, да, и потом она ему показала, и он, конечно, был просто в шоке. Вы там облажались немножко? Да, мы не то что, он говорил, ребята, вы можете заниматься, репетировать, но все равно, блин, первый будет таким комом, что, ну это, ну, как бы, я думаю, что на такой ком он не рассчитывал. Совсем все было плохо. Там вообще была просто катастрофа, потому что, помимо того, что мы впервые, ну, еще Стас, он пять лет в театре отработал, у него сцена, в принципе, достаточно привычное состояние. Я так вообще первый раз вышел, звук фонит, был пьяный звукорежиссер, ну, все как надо, в общем, отлично, было весело. Ну, Денис вспомнил самое начало, получается, да? Да. Воссоединение дуэта просто, как оно порождалось. И мы пригласили нашего продюсера там на концерт, нашим продюсером был величайший композитор, музыкант Сергей Курехин. Ничего себе продюсер у нас был по тем причинам. Да, 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 и то, что мы ему понравились, то, что мы ему приглянулись, это вообще очень странно, потому что Серега всегда, ну, видел все там, очень, очень там, вот, настолько у него было все по-пионерски там, что, почему мы подошли, я так и не понял. Ну, вот мы прямо очень понравились ему. И первые деньги, огромные деньги для человека, который зарабатывал 200 долларов в год, я, да, в нас вложили 2500 долларов. Это просто был какой-то, не знаю, просто, и вот он приходит, вложил деньги посмотреть на то, что, а там вакханалия, хотя мы так старались. Так у Курехина сама просто вакханалия, это принцип жизни его был просто. И удивительно, чтобы не ушли в этот театр метаморфоз. Да, я понимаю, но там же все было отрепетировано, а тут просто такой кошмар, вот, то есть здесь ничего непонятно было, все равно, все равно, любая импровизация-то хорошо, должна быть хорошо отрепетирована. В данном случае мы прямо вот не импровизировали, мы все репетировали очень долго, и действительно, Илья Львович сказал, что бесполезно, все равно вы провалитесь. Это, Денька когда-нибудь обязательно покажет, есть же запись этого кошмара. А, да. Есть запись, у него есть. Может вам сжечь ее? Или сохранить лучше? Да, причем каждый раз, когда он ее показывает, говорит, а теперь я хочу показать вам всем наше первое выступление, я подачае поставлю, хорошо? Причем мы уже как говорили, что что ты сейчас, я не могу, ну не могу их посмотреть. И вот у меня падение на Аллу Пугачеву не так позорно, как то, что мы сделали в первый раз. А 200 долларов в год, это вот как раз про тот театр, про который Денька вспоминал, да, сейчас? Да, да. Пять лет в театре. Тогда знаете, еще мне очень нравится тоже, кажется, я прихожу, сидят актеры, уже наши маститы, они перелистывают газеты, говорят, ну, опять доллар подорожал. Я говорю, простите, а это хорошо или плохо? Тебе это все равно. И так это я просто не понимаю, ну, доллар, ну, что? А вот как это что? Это вот что, 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 что? Ну, тебе не нравится. Но все равно пять лет отрубил в этом театре. Пять лет это шикарно. Это Зазеркалье было, да? А? Зазеркалье тоже было? Да, Зазеркалье, это шикарный театр, это потрясающая школа, там вообще всем низкие поклоны. И то, что я сегодня пользую, и тот багаж, который я получил, конечно же, я не в консерватории получил этот багаж, я его получил, конечно, в театре. Но в консерватории ты тоже получил определенный багаж. Да, но театр это просто... А что касается низкого поклона, я уж представляю, как в поиск кланились артисту Костюшкину, когда первого, знаете, января уже никто не может выйти ни на сцену, ни поздравить ветеранов той самой сцены. Потому что, ну, первого января, сами понимаете, что так творится, только один артист может пойти и поздравить. Да. Почему ты? Ну, я не пил, не пью. Я всегда был трезвый, да, и они говорят, надо кому-то сейчас выйти, потому что там как-то этот, все остальные не очень. Вот, и говорят, давай Костюшкину вызовем. Ну, слушайте, у нас был, значит, был спектакль «Рождественская мистерия». Он каждый раз, понятно дело, и вдруг, значит, человек, который играл Иосифа, он ушел. А там не просто спектакль, там токаты и фуги-бах, и петь надо. Я говорю, возьмем Костюшкину, он трезвый, пускай выйдет пока там этот Иосиф. Я говорю, я не знаю, ничего, просто ходи. Ну, и я хожу этим Иосифом, как дурак. Вот, хожу, значит, там что-то руками развожу. А пока звонят, значит, другому исполнителю, который знает, что петь. Приезжает, значит, другой исполнитель, а я, значит, с маленьким совсем, с младенцем. Вот, и, значит, приезжает артист, а артист, на секундочку, старше меня на 15 лет. Ну, так Иосиф выиграл же еще. Ну, я-то, да, но это он, короче, он выходит на второе отделение, опять, значит, с маленьким Христом, но только у него уже борода, и он старше на пятнашечку. Вот, а там, значит, чтец, он говорит, а что мы сейчас объясним зрителю, что Иосиф постарел? Он говорит, а скажите, шли годы. Он говорит, да, кстати, я скажу, шли годы. Подождите, а почему ребенок-то остался? А почти уже все сказали. Шли годы. А про ветеранов сцены так и не рассказал. Я к этому подводил на самом деле. Потому что это очень ностальгическая история, очень ностальгическая. Я вам расскажу, курс, рассказать? Да, это, значит, дом ветеранов сцены. И меня попросили прийти туда и подарить ветерану сцены подарки. Ну, какие-то новогодние. Я одел бороду, понятно дело, я там все, ну, нарядился. И таким, открывайте ворота, Дед Мороз пришел сюда, значит, бабушка открывает ворота, дверь открывает, смотрит на меня, говорит, Слушай, я вижу, что ты молодой, сними ты к чертовой матери эту бороду, я не могу на стариков больше смотреть. Я чуть бороду снял, все снял. Ну, уж другое дело, садись со мной. Мы сели, сушки, баранки, значит, пьем чай напротив картина. Слушай, там обнаженная женщина, невероятная красота и очень красивая. Молодая. Да, я говорю, это кто? А? А это я. Мне здесь 18. Меня надеялся один художник, он меня без... И ты знаешь, я понял, мы все так радуемся Новому году, чему мы вообще радуемся, что этот Новый год, каждый Новый год что-то у нас отбирает, и что потом когда-то у нас останется только картина, и какой-то молодой чувак, который... Слушай, у меня мороз по коже сейчас идет, ты рассказываешь, потому что ты же видишь ее перед собой, и видишь ее там, да? Да, ты знаешь, да, мне тогда так прямо не по себе стало я, елки-палки. Ну, это жизнь. Извини, слава богу, что это есть картина, на которую можно смотреть и вспоминать. Я, кстати, тоже, я же постоянно каждый раз, вот ты сейчас показал там, у нас клево, что мы можем каждый раз смотреть на себя там, а вот чай вдвоем там, и я смотрю, ядренка, черыжка, какой же, я был молодой. Но надо отдать должное моему львиному характеру, я всегда говорю, ну, теперь я, конечно, много лучше. Ядренка, черыжка, давайте вспомним, какими они были молодыми. Все-таки мы в ностальгии находимся, потом вернемся. Я встаю очарованный Мой голос небо на теле И под серебряной звездой Моё сердце в спокойной Жил на свете атаман Незаряженный наган Был еще один из ян Очень добрый атаман Черемуха цветла И на морском бульваре Я шел один домой Спускался ночью плать И где-то далеко Из парка доносился Печальные волги Такой знакомый плач И где-то далеко Из парка доносился печальной волги, такой знакомый плачь. Рождённые в СССР Рождённые в СССР, практически после распада СССР, появившийся дуэт через какое-то время, Стас Костюшкин у меня в гостях. Сегодня в прямом эфире действительно другой. Вы обратили внимание, да? Ещё не такой, во-первых, бодибилдер, под каким мы привыкли потом Костюшкина веять. А во-вторых, какие-то ещё такие, не то чтобы не уверены на сцене, но, быть может, то самое давление, про которое Стас рассказывал, уже тогда присутствовал. Делай так! И дальше пошли парни делать. Слушай, у нас, короче, чтобы ты понимал, был нашим продюсером Александр Давыдович Ревзин. Вообще, на самом деле, ваша часа ни хрена не хватит для того, чтобы всё рассказать. Не говоря, ещё и пить хочется. Да, ну петь, ладно, не будем петь. Короче, мы приходим к Ревзину. Я первый раз, я только из театра Зеркали, зарабатываю, как я сказал, 20 долларов, получается, где-то поменьше. Ничего не видел, никогда ничего. А тут, значит, стол с фруктами стоит, а он, значит, режиссёр из Москвы, как раз вот «Ялта-Москва-транзит», «Новая волна сегодня», да, «Песня года». Сидит режиссёр, он такой набриолинный, 45-летний, красавчик, всё с сипатым голосом. Он говорит, ну, садитесь, что вы хотите, значит. А я, значит, вижу там киви и эти... И всё внимание туда, да? Да, я понял, что мне, честно говоря, вообще, я вот начинаю всё это пожирать. Я постепенно всё это пустое. Я понимаю, что, скорее всего, меня, наверное, никогда больше не пригласят в эти гости. Ну, ладно, ничего страшного. Он говорит, хорошо, ладно, вот вы собираетесь на конкурс Виктора Резникова. А мы собираетесь на конкурс композиторов Виктора Резникова, который он режиссировал. Как вы называетесь? Мы говорим, мы называемся группа «Пилот». Это кошмар, это ужас. Два еврея, какие вы пилоты, вы себя видели? Давайте вы будете называться «Чай вдвоём». Я клянусь. Это Ревзинская всё-таки, да, идея? Ревзинская, Ревзинская, да. Вот. Я сейчас позвольте здесь и говорю, Ашан, он бухой, что ли? Он говорит, да нет, по-моему, трезвый. Он несёт. Послушай спокойно и пойдём. Я говорю, хорошо. Александр Ильич, просто ради интереса. А почему «Чай вдвоём»? Ну, пилот, понятно, модно-молодёжно. Чай вдвоём. Во-первых, вас двое. Логично. Во-вторых, потом мы найдём чайную компанию, которая будет за вас платить. Ах, вот. Так мы и не нашли. Через бабки пытались решить вопрос. Дальше он пытается нас как-то куда-то там... Мы живём вместе с ним на Кутузовском проспекте. Саша, прости, я много рассказываю. На Кутузовском проспекте снимаем хату все вместе. Нас ни в одну передачу не берут. Нас ни в одну передачу не берут. Нас взяли вот в хит-магер «Останкин», то, что вы показали случайно. И всё, и всё. Песня года, ещё всё, что он делает. Я говорю, Саша, а в чём дело? Ну, ты режиссируешь, ты наш продюсер, почему нас никуда не берут? Ну, Палка говорит. А он никогда не был посуду. Никогда. Ел, и вот прям посуда-то валяется. Он говорит, а потому что вы никому не нравитесь. Просто. Вот не нравитесь и всё. Они говорят, зря ты Саша на них поставил. Вот так мне говорят. Зря ты на них что-то там думаешь. Они никто. Они ноль, понимаешь? Я говорю, мы ноль. Вы ноль. Вот. Это ты и ноль. Это ты и ноль как продюсер. Потому что, если бы ты не был нулём, ты бы, наверное, что-то сделал, чтобы хотя бы мы пели в песне годы, я не знаю, в каких-то концертах. Ты не продюсер, ты не умеешь это делать. В это время Саша начинает мыть посуду. Вот. И он перемыл всю посуду, всё пока я говорил, всё это расставил. Задело. Всё блестит. Вот. И ушёл. Я говорю, слушай, я в следующий раз так же буду делать, он посуду мыл в этот момент, понимаешь? Так-то я помирюсь, ничего. То есть не обиделся, да, после того, как бы продюсеры пытались на место поставить? Нет, он, 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 Сашка столько для нас сделал, так нам помог, и столько научил. Тогда он сказал ещё, тогда он сказал, вы понимаете, в 21 веке не будет просто артистов. Вот таких, как мы представляем, вышел, спел. Ты должен, как сегодня, стендап, фокус там, для человека оркестра в 21 веке. То есть сегодня ты должен, ну, для вас будет понятнее, дорогие зрители, это когда берёте смартфон, там куча приложений, ведь раньше он просто позвонил в зелёный красный... Человек-смартфон, Станислав Костюшкин у нас в гостях. Сегодня Олег из Воронежа ждёт. Давно, Олег, добрый вечер, слушаем вас. Олег, дождались? Да. Слушаем, добрый вечер. Алло, здравствуйте, Олег из Воронежа. Хотел бы ответить на ваш вопрос. Пожалуйста. Ну, во-первых, наверное, Тарапунка и Штепси. Ты интересный дуэт, да. Не безызвестный, скажем так. А потом, Миронов и Нинакер. Так. И уже более поздний, это Кастов и, конечно, Земля Кринчевка. Спасибо большое. Мы в конце подведём итог, если не возражать. Так, и нет. Желательно, всё-таки, если бы вы не перечисляли через запятую, а просто один самый популярный на ваш взгляд дуэт называли. Вячеслав из Тюмени. В Тюмени уже добрые ночи. Да, Вячеслав? Вячеслав, перезванивайте. Уже захрапел. Антон из Санкт-Петербурга. Антон, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я бы хотел поблагодарить Тарапу Настерли за такого прекрасного гостя. Гостя, спасибо. А Стаса Костюшкина хочет сказать спасибо за позитив этим вечером. Спасибо. И я готов ответить на вопрос. Я думаю, это поваленный дуэт Роман Карцев и Виктор Ильченко. Они, кстати, наши звонники не задастся. Спасибо большое. Но вы прям идете по верному пути. Хочется сказать тепло-тепло, пока не жарко, поскольку рано озвучивать правильный ответ. Но как-то вы вычисли хронологию событий, верно. Роман из Москвы. Роман, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Роман. Слушаем вас. Я... Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Добрый-добрый. Я считаю, что, наверное, все-таки, по моему мнению, Миров и Новицкий. Миров и Новицкий, да. Ну да, наверное, тоже верно. Потому что у каждого, быть может, свой, но, пожалуй, самый популярный. Им недавно, и они рассказывали, как они собирали огромные стадионы, на которых могли пригласить и ту же Пугачева, начинающий, и еще каких-то артистов. Вот, пожалуй, все-таки этот имеется в виду дуэт. Вадим из Москвы. Вадим, добрый вечер. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Самым популярным дуэтом в то время был Павел Рудаков и Вениамин Нечаев. Вениамин Нечаев. Тоже интересная версия. Спасибо. Мы пока остановимся. Я знаю, что звонки поступают. Подумайте. Стас подведет в конце итог. Я бы с удовольствием вам пластинку Стасу подарил, но, по-моему, ты с собой ничего не взял за правильный ответ. Но потом передашь, если что, нам мы с удовольствием отправим. Ну что, у тебя сегодня день рождения, случайно? Нет. Нет? Я просто хочу к ностальгической песне подойти. А, ты так вот. Да. А, ты так зашел. Споешь? Да, конечно, конечно. Это у меня тут микрофон. Случайно оказался. Случайно. Воскресенье День рождения Я тебя поздравляю Твои лучшие друзья Супраподавки Телеграммы, звуки, смех Сегодня праздник для всех В руках букеты Твои слезы На фольге Обнимет мама Но трудно боль Держать себе Вокруг веселья Каждый хочет Дать совет Тут девочки Ты погасила свечи Загадала желание Чтоб этот вечер Он пришел на свидание Этот вечер Он провел с тобой Не надо ни подарков Ни цветов Ни внимания А то, что Осуществилось желание День рождения Твой Ты погасила свечи Загадала желание Чтоб этот вечер Он пришел на свидание Этот вечер Он провел с тобой Не надо ни подарков Ни цветов Ни мания Но только что Осуществилось желание День рождения Твой День рождения День рождения День рождения Гости дома За исключением Одного И ни звоночка Ни записки От него Жизнь прекрасна Тебе совсем Не много лет Девочки Ты погасила свечи Загадала желание Чтоб этот вечер Он пришел на свидание Этот вечер Он провел с тобой Не надо ни подарков Ни цветов Ни внимания А то, что Осуществилось желание Пойдем со мной Ты погасила свечи Вы Молодцы Чтоб в этот вечер Вы Громче Этот вечер Я Кишмировский А, я слышу вас Не надо ни подарков Ни цветов Ни мания Только что Осуществилось желание День рождения День рождения У кого там Вот Восьмое Девятое Десятое Знаете что А вы же можете Меня пригласить Я недорогой Там в конце будет Мой телефон И ценник Да или можно Просто без цены Сейчас самое главное Спеть Спеть со мной На раз, два, три Приготовились Раз, два Процент Слушаю Погасила свечи Ты Чтоб в этот вечер Ты Этот вечер Все Чуть потише Соседи разбудите Все вместе Не надо ни подарков Ни цветов Ни мания Только что Осуществилось желание Все вместе День рождения Я твой Молодцы Спасибо В день рождения Я твой Классный песен Хорошо Смикшировали Молодцы 16, 17, 17, 19, 17 Отрубили просто Продажного Костюшкина Который тот Зазывал всех Корпоративы Да Мне захотелось Не знаю Как вам Восстановить Все-таки Этот дуэт Хотя бы Ненадолго Когда слушаешь Вот эти Проникновенные песни Понимаешь Что ты Ну кто-то из вас Наверняка Рос на этих песнях И вот была какая-то пара Уже не помню Кто второй парень был Вот этого хорошо помню Того не помню А возможно ли это Я второму как раз Задавал этот вопрос Седьмой сюжет нам покажите Сейчас Потом вернемся Почему мы состоялись Как дуэт Потому что мы были Две разных половинки Стаса более там Эксцентричный Ярче Я там может Чуть менее Чуть менее яркий И более романтичный Будем так говорить И вот мы как две половины Сложились И это было интересно А потом мы выросли И каждый Каждый для себя Наработал то Чего у него не хватало Сейчас как общаетесь Через зубы так немножечко Да нет Это значит Мы вообще сообщение Общаемся У нас совершенно Это как Отношения Немножко к себе Изжили Нету никаких Агрессии Спасибо боже Если мы встречаемся Привет привет Я более того Уверен что Через какое-то время Я не могу сказать Правда Через какое Когда это снова станет Ну как на практике Там того же Ласкаумая Или там Дискотека 90 Когда придет Дискотека 2000 Я с удовольствием Я думаю Ты придешь А он нет Нет Мы как раз Встречаемся Где-то Обсуждали эту историю Как только Это будет актуально Снова То я думаю Что можно Просто не уверен По поводу новых песен Наверное Это вряд ли Потому что Этот момент Он уже Попрошел А то что Много старого Было Замечательно С удовольствием Рожденный в СССР Стас Костюшкин Который пришел Все-таки Я сомневался Когда с Деном Разговаривал Что этот придет Оказывается Вот так вот По-разному Их можно созвать С разных улиц Поскольку они проходят По разным улицам И не здороваются Периодически Или здороваются Мы здороваемся Вообще Мне кажется Здесь этап Должен пройти Какой Чтобы каждый Знаешь Когда могут Собраться вместе Я вам скажу Когда только Мы разошлись Сказали Выдавленную версию По отдельности Вы никто И у вас Ничего не получится Я думаю Так что Люди должны И он И я Добиться Каких-то своих Высот По отдельности И когда это все И там будет единица Уже сильная И здесь Достаточно могучая И уже никто Не скажет Что собрались Потому что Ничего не получилось Вот тогда Это можно будет сделать Слушай А когда вот этот Авторитетный голос Давлял сверху И говорил Что по отдельности Вы никто Не было все-таки Страха какого-то Может действительно Как-то я один Все-таки плечо друга уже нет Основной страх Всегда у мужика Это за семью Когда мне там было 20 лет Мне вообще было Плевать Что там Ты знаешь Кризис в стране Да и что я Не могу на роликах кататься Можешь Слава богу Я делал ролики И мне было все равно Сегодня Когда что-то наступает Или вот опять-таки Кризис среднего возраста Там не знаю Жанр Еще что-то Это не просто кризис Это кризис семейный Это кризис Троих сыновей Которых надо кормить Я реально помню Когда знаешь Когда я много раз рассказывал Когда песня Файнит Вайфай Просто звучала Отовсюду И просто И везде А работ не было Потом еще треки И все А работ нет Вот нет и все Тут есть Всем Кто интересуется Вообще законами Шоу Биза Ребята Пять лет Вынь да положь Первое что сказал Ревзин Он говорит Через пять лет Может быть Я как Подожди Мы же такие таланты И реально Реально пять лет Надо ждать Пока вот это зерно Прорастет Поэтому Ждали И когда уже там Женщина Они танцуют Пошла Вот тогда уже Пошли и работы Работа пошла Да еще какая Не только на сцене Но и на телевидении У Стаса работа поперла Просто Разных телевизионных Проектов Один из них Хочу вам напомнить Если вы вдруг Кроме ностальгии Ничего не вспомните Не смотрите Потом вернемся Всем привет Это очень караочинг Самое крутое Самое уникальное Шоу На котором вместо Магнитола Поют звезды Сегодня на пассажирском Сидении сидит Фантастическое Потрясающее И самая 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 Сексуальная Анечка Седакова Привет 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 Ничего что сказал Анечка Анечка мне нравится Мне такое действительно Мне нравится Когда меня называют Анька 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 Не буду Анька Как правильно пишется Седакова Или Седокова Это извечный вопрос Пишут все как хотят Но на самом деле Пишется Седокова Но я уже давно На это не обращаю внимание Да Костюшкина Меня зовут Костюшко Все равно все нас имеют ввиду Да это так Мне просто нужно быть рядом Не дали распеться девчонки Для кто такая Седакова Для некоторых Ностальгийских зрителей Тоже надо объяснять Поэтому это отдельная история Десяти минут нам просто не хватит Вячеслав из Тюмени Вячеслав добрый вечер Да добрый вечер Ура доброй ночи У вас уже Да я это понимаю Да Совершенно верно Говорите Вячеслав В первую очередь Хотел сказать Что Как всегда Рад видеть И Стаса Уважаю творчество его Знаком На самом деле Очень давно Потому что Делать в конце 90 в Тюмени Я подрабатывал В одном из клубов И соответственно Их с Денисом Тогда и встречал И провожал На самолет В аэропорт Возил Стас Машина была Справа брулем Белая такая еще Марк Ну конечно Как ее забудешь Стас помнит По сей день Это машина Хорошо Я сяду поудобнее Это надолго Видимо Говорить Ну да Ну говорите Девушки такие Подошли С нами в аэропорт Просились Ай Рекламная пауза Все Спасибо большое Сейчас рекламная пауза Поскольку все-таки Мы вспоминали Только про трех сыновей А давайте Не будем отвлекаться Не-не На самом деле Все нормально Честно говоря От этого же И ходили слухи Что мы Любим друг друга Потому что Только не говори Что вы не любили А? Да? Только не говори Что вы не любили Не развенчивай этот миф Послушайте Ну мы любили Но не совсем так Как любят сейчас А ну да Это была любовь Но не такая Это просто Да А Ты знаешь Это те истории Когда мы реально Мы приезжаем Не в Тольятти Мы приезжаем в Тольятти Может Дэн рассказывал Значит заходим в гостиницу И мы жили в одном номере Но там были все Двух Ну как бы Двух спальна Да Два нам номера не давали Тогда Нельзя было Дорого И вот мы заходим И вдруг Одна большая кровать С этим С лебедем Посередине В цветах Я говорю Одну секунду Я спускаю вниз К администратору Говорю Вы меня простите Скажите А вы не можете Нам дать номер С двумя кроватями Я все понимаю Но мы хотели бы Чтоб кровати Были раздельные А она говорит Конечно Я все поняла И значит Сергей Рогожин Мимо проходит Услышал Традиент Все равно сдвинут Это называется Всех по выдаваю Другой мой друг Стас Садальский Ирина из Кирова Ирина добрый вечер Ирина добрый вечер Кто на прямой связи с нами Кто на прямой связи с нами Мой любимый город Киров Михаил из Италии Михаил добрый вечер Михаил говорите Ну Михаил Ну говорите пожалуйста Михаил бонус эра Михаил пока вы Дозваниваетесь из Италии Своей давайте Кому перенесемся В более близкую нам Край к Черноморскому побережью В Анапу Если не возражаешь Давай Давай Ненадолго Вы знаете сейчас Я реально хочу спеть Мою Вот на сегодняшний день Мою любимую песню Которую просто я Она столько пропитана Вот Вот и крестик Спасибо большое Да это красиво Правда И жалко что время Стремительно убегает И ты действительно прав Что Да что ж такое Как будто я танцевал Что никакого часа Не хватит нам Для разговора со Стасом Юрий Санкт-Петербурга Юрий добрый вечер Слушаем вас Здравствуйте Здравствуйте Юрий Слышно Юрий Слышно Юрий Значит идея такая Что я считаю Что Павел Руслов И Нечаев Самый крутой дуэт Потому что Все остальные После них Уже Там Рюхун А потом Не забывайте Что они Такой хит Запустили Легендарный Мишка-мишка Где-то Ролюк Близко К творчеству Вашей гости Так что Вот мой ответ Такой Спасибо большое Мы все таки Имели ввиду Не столько музыкальный Сколько Юмористическо Сатирический Дуэт Работающий В разговорном Жанре Но мне очень приятно Что к этой музыке Да Прям очень приятно Потому что Именно такая идея и была Когда только начали Создавать проект Одесса То как раз И думали Что Ну почему Вот пласт Такой утесовский Куда он вообще ушел Потому что была музыка такая А почему и сейчас нет Вот поэтому Сделали Ну просто сделали Чуть-чуть современнее Вообще-то Первая песня Которая была написана Она была написана Для Шульман-бэнда Я пригласил Егора Дружинина На концерт Шульман-бэнд И все Я там пел Пел красиво Но на Моречном Мне показалось Что все было неплохо Вот Егор вышел Сказал Слушай Мне все нравится Мне не нравится Что вот у этой всей музыки Ну История есть Но она не твоя Напиши свое Что ты Что же я напишу Что-нибудь напиши Но современно Но так же Я написал Первый трек Назывался Файнит Вайфай Я сделал его с оркестром Пел я Ну так Значит Солнце Учили В консерватории От счастья кричи В шортах ключи Вокруг москвичи Турецкий отель Открыл Вратарага Розетка Нотбук И бог Нет вайфая Нет вайфая Я пришел Мы начали записывать И мне ребята На студии Говорят Слушай А может быть Сделаем современную И мы сделали современную И вот так я ушел Из Шульман-бэнда И так получился Одесс Олег Козульянов Коллег Добрый вечер Здравствуйте Здравствуйте Коротко Олег Маврикин Никитичный дуэт А поблагодарить Хотел Стасу За то что Наконец-то он Спел Дэпиш Мот В точь-в-точь Потому что у него Волосы очень сильно похожи Ой Спасибо огромное Спасибо большое Спасибо большое Ну вот дуэт Который имел ввиду Стас Все-таки вы сегодня Мне кажется Назвали Да Да Это все-таки Карцев Ильченко Карцев Ильченко Жванецкий рядом с ними Да Я назвал Вы знаете Все дуэты Которые назвали Они конечно великолепны Я так назвал Просто потому что Этот именно Этот дуэт Имел отношение К моей истории К моей жизни К истории моей мамы Моего отца Мама имела отношение К Михаилу Званецкому Говорят да То что мы будем спрашивать Что значит Говорят да Вы же торговали Вместе арбузами С мамой Когда Это да Хочешь чтобы я рассказал Коротко Короче Это тоже Это тайна большая Потому что моя мама Манекенщица была И фотомаде Красиво Роскошно Но именно у нее Хорошо покупали Арбузы бабушкины Она сидела Такая роскошная И подходили Сколько же Такой красивой Девушки стоит Арбузы Там не важно Был сколько он Стол Там главное Чтобы просто С ней поболтать Я очень хорошо Уходили арбузы И так она сидит Подходит мужчина Какой-то Вдруг Моя мама Шмык Там А там Зачитать Арбузы Все Зачитать Мешки И она Под лоток А я там Маленький Сижу Она говорит Вылез Я вылез Она говорит Она оттуда Мужик Который стоит Он И ушел Уже Ну сейчас Он уходит Уже Все Ушел Вылезай Она вылезай Копей Знаешь Кто это был Понятия Это был Жванецкий Я хочу Чтобы бросился На арбузы Но я не хочу Чтобы он меня Видел Но ты спустя годы Понял Да все Все Потом Дальше Она мне Ну и да Постарше Я стал Более того Ты их потом Свел Познакомил Все-таки Второй раз Жизнь Не знакомил Я просто Позвонил Михаил Михалыч Говорю Слушайте Вы там Это Ей богу Уже Как-то Может Встретись И да Они встретились Когда он Работал Боказа Октябрьском Он Учитывая Что этот Человек Просто Я думаю Что в скрижалях Уже Сатиры Это как Зощенко Хармс Наверное Фантастический Писатель И он Настолько Простой Настолько Классный Огромный Поклон ему Слушай Я не могу Назвать тебя Простым Но классным Безусловно Я офигенский Несмотря на то Что ты уже Не в ностальгическом Зазеркалье Спасибо тебе За сегодняшнюю встречу Песни закончим Да Давай Спасибо Что пригласили Еще отдельное Спасибо Я хочу сказать Зрителям За ваши вопросы За ваше внимание Слушайте Спасибо большое А ну песня Да У которой Сейчас уже 100 миллионов Просмотров Утёвку дали В чужие дали В самолёте Не поспали А теперь Песок в сандали Мне не до смеха Куда приехал Отель Багаж Очки Аптека Вечером Дископ Эка Женщина Не танцую Женщина Я не танцую Хватит улыбаться Нормально С ориентацией Женщина Не танцую Женщина Я не танцую Никого Я не рисую Не умею Не танцую Как умею Так танцую Проснулся завтра Проспал завтрак Ну здравствуй детка Рядом жгучая брюнетка Настась дача Ну что ж я мачо Здесь всё для человека Вечером Дископ Эка Женщина Не танцую Женщина Я не танцую Хватит улыбаться Нормально С ориентацией Женщина Не танцую Женщина Я не танцую Никого Я не рисую Не умею Не танцую Как умею Как умею Так танцую Заколдовала Закружила С ностальгией Подружила Я был стойкий У барной стойки И как бреду Повторял эти строки Женщина Не танцую Женщина Я не танцую Хватит улыбаться Нормально С ориентацией Женщина Не танцую Женщина Я не танцую Никого Я не рисую Не умею Не танцую Как умею Так танцую Я часто читаю комментарии Под тем Вот я пою Потом пишут Да он не умеет петь Он эта песня Вообще неправильно поет Песня поется по-другому Я хочу Чтоб вы сами Сейчас спели Именно так Как надо Потому что вы действительно Делаете намного лучше Давайте все вместе Все хором Мужики Что-то тихо Да? Ну Женщина Я танцую Женщина А я танцую Как умею Так танцую Женщина Танцуем Женщина Молодцы Еще Женщина 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 Я танцую Я танцую Ну все Спасибо огромное Все закончилось Мне так приятно, чтобы меня пригласили Спасибо огромное, ребята, на самом деле За вопросы, за звонки Спасибо за то, что вы были в этом позе сейчас И вот вы такие роскошные